вот ну что ж у нас сегодня тема токсины токсины как с ними бороться откуда они появляются вообще нужно что-то вообще с этими токсинами делать как они влияют на наш организм я жду вашего скорейшего подключения сегодня будет очень полезно актуальная тема сегодня прям такой шебутной день был подключать подключать мои дорогие напишите пожалуйста как меня слышно как меня видно поставьте балл от нуля до 10 и напишите пожалуйста если у меня сейчас новенькие поставьте плюсики вообще кто то может быть меня первый раз увидит потому что сто процентов очень много людей недавно на меня подписалось знаю что вас очень много напишите как меня слышно как меня видно от 0 до десяти и плюсики кто у нас новенький кто вообще меня первый раз видит слышит вообще хотел познакомиться более поближе поближе вижу что все старенькие но плюсики плюсики есть новенькие у нас у меня первый раз видит есть есть ирина вот я вижу плюсики пошли давайте тогда представлюсь меня зовут анастасия я врач терапевт и врач-кинезиолог занимаюсь лечением позвоночника суставов внутренних органов также знаменитый курс у меня лечебное голодание который помог избавиться от огромному количеству людей от гормональных таблеток от сахарного диабета очень много того что мы прошли то есть кто не мог похудеть у кого отечность у кого лимфостазы у кого гормональные нарушения то есть очень много людей которым я помогла избавиться от таблеток избавиться от таблеток и сообщи есть кто-то у нас кто пьет достаточно большое количество таблеток есть у нас кто-то кто пьет таблетки вот прям горстями пьет таблетки есть такие люди у нас это тоже своего рода токсины токсины которые отравляют печень и почки то есть если вы пьете горстями таблетки то вы приближаете во первых и свою старость и окончании своей жизни и чем больше нагрузку печень и почки получает тем быстрее вы будете в том числе в тем быстрее у вас будут приближаться да то есть и укорачиваться жизнь поэтому нужно обязательно стараться минимально вот если вы пьете таблетки от давления их сто процентов можно снизить если вы пьете гормональные таблетки их сто процентов можно снизить если вы пьете сейчас вам скажу гормональные от давления таблетки обезболивающие это таблетки которые сто процентов можно либо совсем убрать либо самую маленькую дозу получать бады вот я кстати против бадов объясню почему это тоже же нагружает вашу печень и почки потому что не все баду усваиваются не все абсолютно то есть вы пьете бады они усваиваются только но маленькая маленькая частичка из то есть бады не каждый бат может усваиваться и если хорошие бады они стоят там от трех до пяти тысяч рублей хороший бат который с хорошим с хорошей усвояемостью до солгаровские вот эти вот бады вообще я за то чтобы получать все витамины и микроэлементы минералы из нормального питания понятно что сейчас дефицит но например вы можете мне сказать какие микроэлементы к спирулине кстати положительно отношусь она выводит тяжелые металлы из организма к спирулине положительно вот пищевые добавки от климакса вот смотрите климакс чтобы я вам скажу чтобы отсрочить климакс потрясающе помогает лечебное голодание потому что если у вас там приближающийся климакс или климакс уже случился он где-то около двух лет у вас то вы сто процентов можете этот климакс отсрочить отсрочить достаточно сильно отсрочить либо вернуть то есть если климакс у вас уже произошел и он не больше двух лет то можно возобновить менструацию это прям сто процентов я могу сказать вам то есть можно возобновлять менструацию даже если климакс уже случился у нас таких ситуаций очень много но женщин 20 наверное точно у которых после климакса возвращалась менструация вот потому что очень хорошо выравнивается гормональный фон давайте про токсины у нас сегодня основная тема это про токсины я против вообще добавок то есть я считаю что можно с помощью питания получать все необходимые микроэлементы потому что давайте объясню вам вот например вы пьете биодобавку усваивается она не усваивается это один большой вопросительный знак это первый момент второй момент витамины должны лучше всего усваивается именно с клетчаткой не просто в этом биодобавку пьете она должна усваиваться именно с клетчаткой наилучше усваивается именно с клетчаткой понимаете не просто когда вы пьете витамины а именно когда вы клетчатку из когда нет витамин составе продукта находится он лучше усваивается лучше перерабатывается и это не нагружает вашу печень это не нагружает ваши почки понимаете когда вы пьете витамины из бадов то они у вас Особенно кальций, ни в коем случае нельзя кальций в повышенном количестве принимать, потому что это кальцинос почек, кальцинос сосудов печени, кальцинос сосудов головного мозга, кальцинос клапанов сердца. Это невылечиваемое заболевание, которое может привести к порокам сердца и к нарушению работы печени и почек. То есть кальций вообще в повышенных количествах. А если вы, например, с питания получаете, то есть если вы едите и в составе продукта есть те микроэлементы, которые вам необходимы, организм берет ровно столько, сколько ему необходимо получить, понимаете? Столько, сколько ему нужно. А не вы берете и просто провоцируете таким образом зашлаковывание. Потому что тоже витамины в повышенных организмах, в повышенных количествах, это тоже вызывает зашлакованность организма в том числе. Потому что когда вы едите сбалансированную еду, организм берет ровно столько, сколько ему необходимо. Ровно столько. Если вам не хватает витамина Д, ешьте печень. Ешьте мясо, ешьте печень. Если вам не хватает витамина группы В, это каша. Омега-3 это красная рыба. То есть не обязательно прям... И омега-3 сейчас его очень часто подделывают. Например, тоже омега-3. Есть омега-3, которые... Это более дорогое. То есть есть более дешевые омега-3, а есть более дорогие. Но вы тоже... Есть... Вот смотрите, вот рыба, да. Если омега-3 добывают с рыбе чешуи, то есть берут вот эти вот плавники, из плавников добывают вот этот вот омега-3. А с самого мяса рыбы, вот именно с самой рыбы, это уже более дорогой продукт. И он не может стоить там 500, 600 или 1000 рублей. Это уже автоматический ценник там 2-3 тысячи рублей. И, например, если вы купили омега-3 там в пределах 1000 рублей, то это 100% омега-3, который не получен из основного мяса рыбы. Это 100% вот это чешуя плавников и вот это вот это омега-3, который вы пьёте. То есть лучше съесть нормальный кусок рыбы, чем выпить омега-3, понимаете? Вот именно, ну либо покупайте омега-3, который там 2-3 тысячи рублей стоит. Но тут можно перечислять много. И когда у вас какие-то дефициты, то лучше восполнять это с питания, с балансированного питания. И организм будет брать ровно столько, сколько ему необходимо. Потому что та же передозировка кальция – это тоже вред. Вот, потому что кальций, я уже говорила, что он вызывает кальциноз. Тут можно говорить бесконечно. Но мы сегодня про токсины с вами собрались. Из пищи почему не усваиваются? Смотря как вы едите. Если вы едите клетчатку, есть витамины, которые усваиваются именно с клетчаткой. И в составе клетчатки содержатся витамины. И когда вы едите именно сам продукт, а не просто витамины, да, там таблетку какую-то, то она лучше усваивается. Как подготовить? Это целая наука, как себя готовить к голоданию. Я, конечно, в рамках одного эфира это не рассказать. Да и вообще это нужно только с контролем врача. То есть если у нас вот курс, у нас контроль врачей нескольких идёт. То есть у нас на курсе это всё полностью, подготовка это идёт. Смотрите, давайте про токсины. А то немножко уходим от темы. Давайте про токсины сегодня поговорим. Я не пью воду и не ем. Я пью только активаторы, специальные активаторы, которые повышают мой уровень энергии и выводят токсины. То есть активаторы, они необходимы для выведения токсинов, для выведения шлаков, продуктов распада клеток. Потому что на голодании очень активно идёт чистка от онкологических клеток и много-много всего. Давайте про токсины. Откуда же у нас берутся токсины? Во-первых, обратите внимание то, из чего вы едите. Например, если вы ходите на работу, то обратите внимание, в каком контейнере вы носите еду на работу. Или может быть, в какой посуде вы разогреваете. Вообще, сколько пластика у вас в пище. Потому что вообще в пластике категорически нельзя, особенно вот эти пластиковые контейнеры, нельзя категорически в них разогревать. Продажи курса ещё пока не открыты, поэтому пока по стоимости я ничего вам говорить не буду. Вот, пока продажи курса не открыты. Вот. То есть, обратите внимание, я пока выключу комментарии, потому что они меня отвлекают. В первую очередь, обратите внимание, из какой посуды вы едите. Прям света мало. У меня лампа моя сломалась, которая прям такая вот солнечная была, прям света не хватает. Ну, ничего страшного. Вот, жду, пока у меня лампа придёт. Нельзя ни в коем случае в пластике. Вот, например, вы покупаете пластиковые бутылки воды, например. Ну, просто вы даже купили обычную воду. Вот, казалось бы, безобидная вода, но всегда при транспортировке, особенно сейчас лето, воду транспортируют. Вы сами знаете, в каких жарких условиях. То есть, вот, есть вода, вот эта вот маленькая, да, вот вы в маленькой бутылочке покупаете воду, минеральную, там, неважно, какая она, ессентуки, там, любая. Даже пускай она будет, там, суперполезная по этикетке вода, но если она в пластике, всегда при транспортировке бутылки попадают на солнце. Когда, когда, то есть, вы понимаете, сколько проходит бутылка этапов переноски, теплового, тепловой обработки, сколько бутылка попадает на солнце с момента, с того, когда она выпустилась на заводе, и до того момента, пока вы ее купили на прилавке. Вот сколько, да даже если она не нагревается, все равно с бутылки идет выделение пластика. Пластик очень тяжело из организма выводится, прямо очень тяжело. И это, конечно же, это токсины, которые понижают наш уровень энергии, которые вызывают наше плохое самочувствие, которые провоцируют онкологические заболевания. То есть, это первый уровень токсинов, который поступает вам в организм. Второй уровень токсинов. Многие есть противники мяса. Вот ничего мне только не говорите, потому что у меня все друзья были вегетарианцами. Я тоже около полугода пыталась быть вегетарианцем. И ничего, кроме как проблем со здоровьем, анемия, низкий гемоглобин, дефицит B12, анемические вот эти вот все процессы, дефициты железа, ничего. Плюс гормональные нарушения, ничего хорошего вегетарианство в себе не несет. Если только вы не пьете огромный... То есть, можно быть вегетарианцем, если вы тратите около 50, ну ладно там, но от 20 до 50 тысяч рублей нужно тратить денег на всякие биодобавки, чтобы восполнять дефицит этих микроэлементов и минералов, чтобы быть вегетарианцем и быть здоровым вегетарианцем, понимаете? Не у всех есть возможность и не у всех есть финансовая составляющая быть вегетарианцем, понимаете? Это просто, ну у кого-то там, я не знаю, психологические мировоззрения. Я это очень сильно уважаю, но вы поймите, что вы своими психологическими догмами просто портите окончательно своё здоровье. У меня все друзья, там кто-то у меня бизнес-тренер был кришнаитом 15 лет, и кроме как проблем с желудком и онкологические процессы у него там были, ничего хорошего не получилось, понимаете? Вот, поэтому в первую очередь, вот второй уровень, многие говорят, ну а как же рыба, морепродукты? Я же ем рыбу, я же получаю полноценный белок. Во-первых, рыбу есть каждый день нельзя. Почему? Потому что в рыбе содержатся тяжёлые металлы. Те, кто, может быть, знают, Тони Роббинс, это известный коуч, мотиватор, стратег. Кстати, очень много людей, кто его знает, он в Лондоне отравился ртутью тяжёлыми металлами. То есть у него было отравление тяжёлыми металлами, у него было отравление ртутью, потому что он каждый день ел красную рыбу. Ничего плохого в красной рыбе нет, но что плохо, то есть если вы каждый день едите рыбу, речная рыба, вот смотрите, вы можете, конечно, есть речную рыбу, да в ней те же самые выбросы, в ней те же самые тяжёлые металлы. И это тоже тяжёлые металлы, неважно морская. В речной рыбе больше паразитов. То есть если вы едите речную рыбу, то будьте готовы к тому, что у вас будет паразитарная инвазия. Если вы едите морскую рыбу, в ней всегда больше солей тяжёлых металлов. Поэтому тоже псевдовегетарианцы. То есть я не могу есть мясо, мне от него плохо. Господи, ну хотя бы птицу ешьте, хотя бы птицу. Но и всё равно, то есть говядина должна быть в рационе. Если у вас проблемы с менструацией, вы не едите белок, у вас будут серьёзные проблемы с гормональной системой. И те же тяжёлые металлы, они содержатся в рыбе. Вот. И, к сожалению, в эпоху, вот многие, вот вы можете сказать, что раньше наши дедушки, бабушки ели там картошку, там всякую дрянь они ели, у них такое здоровье, сейчас я не могу себе позволить. Но, во-первых, давайте не сравнивать. Раньше не было столько производств, да, столько химической продукции раньше не было. Вот, если вы придёте на прилавок, например, в обычный супермаркет, если вы зайдёте, обратите внимание, возьмите фрукт, любой, фрукт, овощ и понюхайте. Вот у нас в супермаркете овощи и фрукты, они не пахнут. Вы заметили? То есть вы заметили, что мы приходим в магазин, и наши овощи и фрукты, они не пахнут. Многие там, ну я же там какие-то коктейли пью, там зелёные овощи, их всё равно все опрыскивают, понимаете? Их всё равно все опрыскивают, их всё равно вот эту вот химическую обработку проводят, понимаете? Всё равно идёт химическая обработка этих всех процессов. Вот, и я вам посоветую, что нужно делать, чтобы хотя бы минимизировать вот это вот вредное влияние химикатов, вот этих вот всех веществ, первонаперво, первонаперво. Это нужно в первую очередь, в первую очередь необходимо. Это под проточной водой промывать всегда все овощи, фрукты, это первый момент. А второй момент, это лимонная кислота. То есть лимонную кислоту покупаете и вымачиваете в лимонной кислоте. Обычный в пакетиках, один пакетик на тазик, берёте там пакетик, там сколько там, 10 грамм, или сколько, 10 или 15 грамм пакетик лимонной кислоты. Вы берёте обычный таз, кладёте туда овощи, обычная комнатная температура, вода. Раскрываете этот пакетик, высыпаете и вымачиваете овощи, потому что все овощи и фрукты, они обрабатываются. Для чего? Для того, чтобы производителю дольше сохранить в хорошем состоянии овощи и фрукты, чтобы не терпеть убытки от того, что овощи и фрукты испортятся. Поэтому все овощи и фрукты, они обрабатываются, чтобы они не гнили, чтобы они там хорошо, красиво выглядели. Какое яблоко будет самое вкусное, которое там прям красиво и переливается, блестит, или то, которое червивое. Естественно, то есть червь никогда в жизни, вот это пластмассовое яблоко, которое на прилавке продаётся, никогда в жизни это не съест. И вы сейчас, наверное, думаете, что делать, куда бежать, 21 век, я же в деревне не живу, что мне делать, как мне быть, я же не могу там себе позволить там постоянно деревенскими продуктами питаться. Кто-то может позволить, кто-то не может, не надо. Вот можете, это всей фигнёй, как говорится, то есть некоторым дышать вредно. Тоже пары идут вот эти вот производственные. Что нужно делать? В первую очередь, как я уже сказала, промывать в лимонной кислоте и под проточной водой все овощи и фрукты. Это первый момент. Второй момент, в первую очередь, вам необходимо голодать, лечебный голод. Потому что от всех вот этих шлаков, токсинов и вот этого всякого дерьма, я вам скажу про себя. У меня всегда был запах изо рта. Не буду как бы лукавить, у меня всегда был запах изо рта. У меня были гнилостные воспалительные процессы, у меня были метеоризмы в кишечнике. И какие только линексы, эфилиницы, бифидобактерины, вот эти вот все бифидолактобактерии, которые я не использовала, что я только не пила, мне всё равно пучило и вздувало. Я не могла себе нормализовать. Я была на супер правильном питании, без сахара, ела только каши, белок, овощи. Больше ничего я не кушала, мне всё равно вздувало и пучило. И только голодание лечебное мне помогло нормализовать своё пищеварение. К тому, я сейчас четвёртый день на голодании, чувствую себя прекрасно. Только лечебное голодание мне помогло нормализовать и убрать вот этот запах изо рта. То есть такое ощущение, что вот я, когда первый раз голодание прошла, я уже голодаю, десятый, нет, одиннадцатый. Одиннадцатый раз я уже прохожу голодание. Первый раз, когда я прошла голодание, то есть я почувствовала, как будто меня изнутри щёткой вычистили, как будто меня почистили изнутри, понимаете. Вот такое вот состояние организма было. И это реально очень круто, особенно в эпоху 21 века. Вот вы говорите, вот наши бабушки ели там картошку, там всё жареное, всё там. Раньше был другой жир, на котором наши бабушки и дедушки жарили. Раньше была другая нехимическая картошка. Раньше не обрабатывали овощи и фрукты. Сейчас 21 век, вот это вот, сейчас идёт урбанизация, как правильно сказать, да. Сейчас все из деревень в города и уровень затоксованности, то есть раньше жили все в деревне семьями, сейчас живут все в городах. И, конечно же, уровень интоксикации, он заметно выше. И, конечно же, уровень, то есть у нас сейчас по статистике люди начали быстрее умирать. Ну, если сравнивать с бабушками и с дедушками, то сейчас укорачивается срок. И я сейчас говорю про обычных среднестатистических людей, которые ведут обычный образ жизни. То есть их срок жизни начал укорачиваться, потому что уровень вот этого промышленного влияния на наш организм, оно увеличилось. Если мы ничего не будем с этим делать, если мы не будем чистить наш организм, у нас будет, как бы мы будем укорачивать свой срок жизни. Поэтому очень важно от этого чиститься. И никакие там детокс-коктейли. Опять же, то есть самое эффективное, это вот, как вот сейчас я вот нахожусь на голоде. Лучше чистки, никакой детокс-программы, никаких там защелачивающихся коктейлей и всего остального нельзя найти, кроме как вот именно вот это вот лечебное голодание. Вот это действительно очень крутая вещь. Вот, напишите, пожалуйста, плюсики, кому вообще бы интересно было пройти голодание, потому что я с вами буду делиться этим целый месяц, целый месяц. Вот кому было бы интересно, вот напишите плюсики, кому было бы интереснее, интересно пройти через этот опыт, я с вами буду прям очень подробно этим всем делиться, как я прохожу. Вот, наоборот, у тех, у кого нет желчного, те, у кого есть проблемы с желчным пузырем, у кого есть камни, у кого есть вот эти вот все процессы, наоборот, вам 100% нужно, если низкий вес, тоже. То есть у кого низкий вес, вы наоборот сможете набрать вес, наоборот. То есть те, кому нужно вес потерять, те вес теряют. Те, кому вес нужно со скольки дней я начинала. Первый раз я начала с двух с половиной дней. Причем я думала, что я только на один день зайду в голод. Вот, но смотрите, не путайте просто отказ от пищи с лечебным голоданием. То есть есть, это специальная подготовка, подготовка к этой процедуре, она длится около 10 дней. Просто так взять и начать голодать ни в коем случае нельзя. Вот. Я прошла голод. Классный результат, да. Алина, она с нами голодала, она голодала на нашем курсе. От паразитов, от грибов, да. Потому что прежде чем вы заходите в голод, у вас идет антипаразитарная чистка. У нас есть также запатентованная трава, которую мы делимся только на этом курсе лечебного голодания. У нас есть запатентованная трава, которая 100% лечит от лемблиоза, апистархоза. 10 дней вы пропиваете эту траву. Она неизвестная, про нее мало кто знает. Вы эту траву пропиваете, и паразитарная инвазия у вас полностью уходит. То есть это секретная трава, это запатентованная трава. Мы делимся ей только в рамках нашего курса лечебного голодания. Кстати, вот у кого какие страхи есть по поводу голодания, напишите мне, пожалуйста, у кого какие страхи, у кого какая неуверенность есть. Мне тяжело голодать, то вы и не пробовали правильно. Вот те говорят, мне тяжело. Смотрите, вот если я сейчас, вот про себя скажу. Если я сейчас просто, например, вот если бы я не на голоде была, например, вот я сегодня покушала, а потом раз, я решила не есть. Тогда я не смогу продержаться больше 5-6 часов максимум. Понимаете? Я не смогу, то есть я долго не смогу там. Ну ладно, там максимум 8 часов я смогу не кушать. Но если сделано все правильно, если подготовка выполнена правильно, вы готовились 10 дней, вы сделали все правильно, то никакого чувства голода. То есть вот я четвертый день на голодании, я принимаю активаторы, никакого чувства голода, никакой головной боли я не чувствую. И судить о том, тяжело вам это или не тяжело, у меня была трясучка на еду. То есть я не могла без сладкого, я не могла без еды. То есть мне нужно было там каждые 2 часа кушать. И я тоже думала, что я не смогу. Я первый раз, когда пробовала голодать, я думала, что я зайду на один день и выйду. И я была очень сильно удивлена. То есть я не чувствовала голода от слова совсем. И только через 2,5 дня я вышла из голода. Сейчас вот я уже, максимально я заходила на 8 дней, на 8. Сейчас я захожу на 10 дней. Поэтому вот так вот. Да, сухое голодание. Я на сухом голоде, то есть я воду не пью. Воду я не пью. Конечно, готовилась к голоданию. Напишите, какие страхи. У нас буквально 15 минут. И у меня уже следующий... То есть у меня будут... Мне нужно будет уже бежать. А как выписать траву? Это обычная трава, которая продается в аптеке. Но вы о ней не слышали, и вы ее не знаете. Я не буду говорить, что это за трава. Это обычная трава, которая отпускается без рецепта. Она продается в аптеке. Ее выписывать не обязательно. Вообще, все же травы, они на латыни называются. Точно так же вы за границей по латинскому названию сможете найти эту травку. Сколько стоит курс? Курс стоит демократично. Курс длится 3 недели. То есть голодаете вы столько, сколько вы хотите. Но курс длится 3 недели, потому что там идет антипаразитарная чистка. Там идет подготовка печени. Там идет чистка кишечника. И, кстати, не нужно себя... Вот сразу скажу вам. Кстати, те, кто хочет на курс, вот мне интересно, вот кто хочет. Потому что мы будем открывать лист ожидания. И те, кто в первый лист ожидания записывается, у них будет самая минимальная цена на курс. Пока я цену не объявляю, но она будет демократичной. То есть курс длится 3 недели. И так же еще будет тариф такой, который будет с диагностикой организма и с врачом. То есть там, где будет диагностика организма еще полная. Те, кто вдруг хочет на курс более рано записаться, то есть я имею в виду по низкой цене, по самой низкой цене, то можете поставить циферку 5. Никаких страхов. Это очень хорошо, что нет страхов. Плохо вам не будет ни в коем случае. То есть если сделано все правильно, то вам плохо не будет на голоде. Вы будете себя хорошо чувствовать. Более скажу, ни в коем случае не отменяйте на период голодания свою работу. То есть на период голодания не нужно отменять свою работу. Наоборот, надо даже на период голодания еще больше планировать дел, еще больше планировать работу на период голодания. Еще больше, чем до этого было. То есть еще больше вы это все планируете, еще больше вы это все делаете. С удаленным желчным нужно, потому что если у вас удаленный желчный пузырь, у вас 100% есть интоксикация, то есть у вас застой. То есть если у вас плохо, то есть это говорит о том, что у вас плохо отходит желчь. Если плохо отходит желчь, то у вас 100% есть токсичность в организме, 100%. И 100% это влияет на ваше состояние энергии, на ваше состояние. То есть это и вообще у кого удаленный желчный, у кого холецистит, у кого желчекаменная болезнь, сразу скажу, это люди, у которых в том числе есть психосоматика с чувством гнева, потому что желчные протоки, печень, это сразу как бы с чувством гнева связано. Потому что, и вот кстати, люди после того, как проходит голодание, они становятся более спокойными, более уравновешенными, более такими, знаете... Но вот это чувство гнева, оно становится значительно меньше, потому что чистка печени проходит, протоки восстанавливают свою работу, вот этот гнев и агрессия, она становится значительно меньше, значительно меньше. Болей в голове никаких не будет. Вообще никаких головных болей не будет. Если вы, ещё раз повторюсь, на голодании, принимаются определённые активаторы, которые повышают уровень энергии. Я не буду говорить, какие активаторы, это только на курсе я рассказываю. Которые повышают уровень энергии, которые выводят шлаки и токсины. Никакой головной боли вообще нет. Вообще. Начинается курс. И 10 дней вы готовитесь к этому курсу. У вас идёт чистка кишечника, у вас идёт чистка печени, у вас идёт витаминизация, вы будете витаминизироваться. Чтобы легче прошёл голод, нужно провитаминизировать организм. То есть вы максимально, ну не через БАДы, мы БАДы никакие не принимаем, мы БАДы никакие не пьём. То есть сначала организм витаминизируется, и только потом, только потом, после витаминизации, организм уже налаживает свою работу. И когда вы входите в голод, организм входит в состояние наполненности. То есть мы сначала насыщаем организм, его витаминизируем, чистим его, даём организму всё, что ему недостаёт. И вы, кстати, будете питаться по определённым рецептам, ничего сложного в этих рецептах нет, они 5-минутные. Это 5-минутные рецепты, они делаются очень быстро. Вы будете питаться по определённым рецептам, и вы прям будете чувствовать, что вот этот продукт вы хотите больше кушать. То есть они все будут очень вкусные рецепты, и вы когда будете готовиться к голоду, вы будете прям чувствовать, что вот этот рецепт я хочу чаще кушать, вот этот рецепт я хочу больше. То есть у вас организм будет просить те микроэлементы и минералы, которые ему необходимы, и вы будете перед голодом насыщать полностью свой организм, и когда вы, плюс вы будете от шлаков, от токсинов чиститься, плюс вы будете снимать воспалительные процессы, и когда вы зайдёте в голод, вы будете чувствовать себя прекрасно. Вы будете чувствовать себя прекрасно. Вообще страха нет, есть огромное желание голодать, это очень здорово. Неуверенность в том, что сорвусь и не справлюсь, нет силы воли, мигрень, боюсь приступов. Не будет никаких головных болей, сила воли вам не понадобится. Ну, во-первых, смотрите, вы просто зайдёте в голод, и вы поймёте, что никакой силы воли вам не нужно, вы будете чувствовать себя прекрасно. Силы воли никакой, то есть если это правильная подготовка, никакую силу воли вам практиковать и развивать не надо. То есть вам просто не будет хотеться есть, просто вы не будете хотеть есть. Там идёт плавная специальная подготовка к тому, чтобы вы просто, равномерно, аккуратно, плавно зашли и чувствовали себя прекрасно. Будете чувствовать себя идеально. Голова болит при голодании, потому что вы неправильно голодаете, потому что вы делаете это неправильно. Целый день провожу в офисе в коллективе. Я вам расскажу такую историю. У нас был сбор команды, мы проходили тренинг Тони Робинса, и мы 4 дня с людьми, мы 4 дня с ребятами, да сколько, да, 4 дня. Я готовила им кушать, я абсолютно безразлично смотрела на еду. И много у нас людей, которые, то есть смотрите, у вас не будет желания кушать еду, если вы зашли в подготовку правильно. То есть абсолютно никакого. И то, что где-то кто-то что-то готовит кушать или запах, вы абсолютно будете к нему безразличны и равнодушны. Потому что, я ещё раз повторюсь, будет выполнена правильная подготовка. Аллергия потрясающе лечится во время голодания, потрясающе. Боль в животе постоянно в районе попка. Это значит, у вас есть проблемы с тонким кишечником. Почему тонкий кишечник плохо работает? Он плохо работает по той причине, что у вас не работает желчный пузырь. А желчный пузырь очень хорошо чистится, и очень хорошо чистится печень на лечебном голоде. Мои дорогие, у меня сейчас, мне нужно уже бежать, у нас 3 минутки осталось, прививки от короны. Вот от короны, вот у кого запахи после короны потерялись, вот у кого есть проблемы с обонянием, голодание, это прям потрясающая вещь, восстановление обоняния, прям потрясающе. Мои хорошие, всё, я тогда перехожу на консультацию, мне нужно на консультацию уходить. Трава есть в любой аптеке, но вы её не знаете, эту траву, вы эту траву не знаете. Всё, мои дорогие, любимые, я вас всех обняла, поцеловала, мне нужно бежать уже на следующую встречу. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. У нас будет уже в ближайшее время прямой эфир, следите за историями, следите за историями. Я вас всех обняла, я вас всех поцеловала.